Доброе утро! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Он говорит, что 1000 евро будет зарплата. У нас сейчас средняя зарплата, у вас уверенность, что вы понимаете, что 3600 евро будет зарплата на сегодняшний день. А минимально 1300? Да, минимально 1390 евро. И плюс из этой 1300 еще выше, как подоходного 300 гривен. И даже 500 евро. Ну это же все входит, військовый сбор, подоходный, все. А вы передайте, Верховный Рад, как можно на 1000 евро выжить просто на людей? Я не могу перед вами, они все знают и никто ничего не делает. Они все знают и никто ничего не делает. Вы говорите, что мы с вами сходим в супермарк. Давайте попробуем, как там на 1400 гривен, что можно вообще, там сейчас подняли. Вы говорите, что на 60 рублей подняли, а цены дальше бизнесмены поднимают. Так, а это крайне парадокс, вы понимаете? Цена на все успехи падает. Так а что же нужно делать? Пока же мы будем так делать. Я скажу честно, я знаю, что делать. Вы знаете, можете мне сказать, что мы делаем. Я имел хорошую работу. Я был не менее известным журналистом. Я даже поясни, что могу. А зарплата была 1300? Какие остальные? Берите. Я просто хочу пояснить. Вы явно правее. Я с вами не буду поясни истинам говорити, что там, как это... Владимир Владимирович говорит, что все скотиньяки с вами. А это и так заизначение, так? Вот. Питание с девчонками. Знаете, для чего я ищу? У меня реально вы понимали, что если не мы, самим, что стоять с боку, быть журналистом критиковать, или просто сказать все плохое. Так, это правда. Мы... Слышны, нам нужно менять правила 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 правила. Но для того, чтобы их изменять, в нем трудно. Я вам это говорю абсолютно жиро. Подините, которое в парламенте реально есть 60 кг, 60 кг нормальных адекватных правил. Чтобы не было, Кто, где, почему, я. Тих 60, приблизно, есть. Правило, это позафракционное. Это не мало. Чтобы вы понимали, ранее было человек 5-6 адекватных прав. Поверьте, мне мама с журналистским опытом. Тих 60 людей, в принципе, может стать основой. Основой моего будущего парламента. Основой, еще раз скажу. Вступные выборы нужно этим людям выигрывать. А нужно просто всех, кто был приват, вообще, просто забрати. Недавно и того, где вы не будете. Вы понимаете правильно, что ранее, ранее были свои и чужие. Помните, так? Свои – это демократи. Получки, поганые, но свои. Чужие, как правило, это партии регионов, коммунистов. Так приблизно будут в консердале. Сегодня начали просить свои. Не берите работу, там все сделано, там еще есть. Но какая-то консультационная большинство, если вы в первую больницу спрашивали? У вас логичное запитание, а в чем проблема? Вы понимаете, мы в первых два месяца могли провести все реформи. Абсолютно. А так просто. И мы бы уже сейчас мали правильные наследки. Правильные наследки. Их. Они же меняются местами. У них все добре. А если вы обратите внимание на несколько сегодняшних не бедных людей при главе, начиная с президента, а я еще имею таки звичку журналистику, и уважно так скрупульозно на факты дивлюсь, то в режиме Януковича люди ставки поднимались. Я хочу еще такого оппозиционера поделиться в другом стране, у которого ставки поднимаются в то время, когда в оппозиции бывают. Для начала, чтобы поступать неизвестно. У нас, по-другому, у Львови открыли 5 решений на улице. За что вы нарекаете? Ну, добрый жаль. Так, ставки поднимаются в основном депутатов. А бедные люди, как жили, так и прозебали, так и прозебали. Так, я у нас впечатление, что Верховная Рада не знает, что они с никими получают. Дайте, пожалуйста, по зарплатам, по зарплатам законодательства, я у нас все ясно. Я вам скажу, что это очень популярная вещь, я вообще не популярная. Ну, первое, вы понимаете. В половине парламенту зарплата вообще не нужна. Это так, первое. Это те люди, которые с этими всеми схемами, в том числе и вашей отсутствии препаратов и бланков, зарабатывают себе за несколько дней 10-летнюю зарплату. Ну, чтобы вы просто правильно это понимаете. Это правильно. Мы это узнаем. Нет, нет, нет. Давайте эту зарплату. Это правильно. Могите, то есть вам там. Подняли, что зарплату. Первое, что вам никто не принимает. Вы понимаете? Депутаты, которые принимают зарплату, мали эту зарплату в времени, а потом до 8-го. Но это не зарплаты. Я сейчас вам объясню, что вы говорите. Еще остается половина. В половине, вона... Да, они ее берут. Чтобы вы понимаете, я знаю десятки депутатов, которые не берут зарплату. Так они им не нужны. У них бизнес и все есть. Зачем им зарплату? Ну, бизнес еще добрый, когда есть. А когда просто крадут, это... Ну, вы же народный контроль. Так надо, чтобы они не крадут. Ну, смотрите, я про это объясняю. А теперь я знаю. В этой главной Раде, может, я вам расскажу, что я все хорошо знаю. Такие абсолютно нормальные, агреблоки, и не мают как бизнес, они занимаются в области. Чтобы посадить этого депутата, заплату 4,5, что было в Киеве, и я так нагороду. Ну, подъем, 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 я за 4,5 тысячи гривен, а вы жить в Киеве не сможете. Ну, чтобы просто проявлять не зрозуміло. Ну, добре ж. Я, яка людина, має доступ до голосувань за бюджет, до распределу леков, так? Подъем, 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 давайте я буду отримувати, ну, официально, и всем от того, где я рекомендую, в Киеве станет третьим. Ну, вот в этом я собі знайду, где заработать 50 тысяч долларов. Это вихід ситуации. Вихідка. Видите, парламент это высший законодавчий голос. Так само, я за то, что президент, министр, депутаты, лікарь утримули нормальные, адекватные зарплаты. Я за иншу схему. Остатковый коэффициент. Да, нехай они заработают 5 раз больше, чем среднестатистичные. Бо они принимают важливые решения. Крайше, они будут больше заработать, чем меньше. Хотя, это не всех касается. Это, значит, это все с должной морали не будет менять. Вон судья подняли, помните, зарплату за 20 тысяч долларов. Это не было. Ну, это так щиро сказать. Это еще и с области морали. Но мораль подняла хотя бы какими засобами. Это доброе. Но чтобы она росла пропорционно. От, подложила у лекарей зарплату на 30%. Тут на 30% подросла. Впала на 20%. У нас впала на 20%. От, тогда это хоть какие-то, ну, хотя бы какие-то логично пониманные вещи. Ну, мы жили так, я, например, самодостатки был. Я был топ-менеджером. Все решка, то-хто. Я там, я там, може. Но я знаю, например, как депутат, таки реально зуми на всюду оплату. А что ли тут нормальный депутат? Порожий. Вот у нас двое атошники. Сотоки Майданов, атошники. Пошли сами на выборы. Выиграли выборы. Вот. Я даю слово. Жодні коррупционные, пульси не бедят. Жодні. Не на это жодні. Знаете, сколько раз, ну, вы просто не поверите, но народный депутат, только у меня, да, отдыхать. И до меня, если мне все подходит, каже, Димку, здесь подсадорина нет. Вы можете все не подходит, а это человек из совершенно новой сознания. Это человек, самостоятельно, пошла на Майдан. Это человек, которая пошла добровольцем в батальону Кульчицкого, как раз, ну, изначально, а суммировали два года, как заеду Кульчицкий. Аааа, пошла на пробу. Это человек. это человек. Она говорит, слушай, я кулей бачу, я через то, что я туда пошел, что что-то изменит, а теперь я маю все изменит? Змейте все, что есть жизнь? Кадим, у меня зарплата 3,800. Вот скажи, ты меня знаешь все життя. А ты веришь, что я кому-то отмываю в операцию, что мне не зарплатили? А ты веришь то, что я прескуранта выставляю арюмян? Да? И мне дякую после операции. Да, у нас такие правила. Иначе я не буду работать. Мой старший брат выехал, а он еще лучший хирург, он в Тернополе, он сейчас позволяет, он в Тернополе, он в Тернополе, он плюнул и выехал в Штаты, потому что ему предлагали работу, он профессиональный хирург. Я еще не хочу, я вот так вот подивлюсь, вы там все боретесь с нами, боретесь с коррупцией, любите на эфирах рассказать, что являются все проблемы в том, что вчителей в школе берут, мающие зарплату 2,000, и лекарь в лекарнях, мающие 3,000. Вот если подолать, то все, у нас в Тернополе у нас в Тернополе это происходит. Мне приятно, что когда это происходит, или как. И знаете, я вам еще расскажу, это не то, чтобы я вам где-то там, а я не знаю, что я могу ответить. Ну, честно, я не знаю, что я могу ответить на это вопрос. Поэтому, мы действительно не с того начинаем. Поэтому мы как раз и хотим подключать. У нас нужно забрати политическую кодицию. Для чего люди идут? Депутаты, президенты. Так для того, чтобы потом своих людей расставить предприятие, государство, установок, в том числе, все государственные установки отвечают за эти главы. Взять тендер. Знаете, у нас сталася трагедия, у нас активист, нашего депутата, Кременецької міськради в Тернопільской области днями убили. Прозуміло, забили битами. Просто на улице. Знаете, за что? А он искалился питаниями, в том, каким чином Кременецька міськрада, патріотично, это Тернопільская область, это Бандеревская, каким чином там державные прапори, которые на будинках пишут в час свят, купили за 170 гривен, когда тут же поруч, 10 метров на раскладе, они стоят точно таки 7 метров, Так, для начала. Чому лесник, который так же убивает в лес, хотя санитарные рубки уже заборонены, еще больше того убил неповнолетнего, а его судья отпускает? Так иначе, ну ничего не случилось, а что вы понимали, наспорт был. Правильный дело. И вот эта людина просто цикавилась этими вопросами, активно проявляла свою позицию. Ну приходило суд, у нас в тот день у нас смотрелось с прокурором, судею. Он сказал, что вы нас бушуете проводить вам смятевые иллюстрации. Мы не знаем по-иншему, мы просто посадили на этот смятевый бак выводим. Понимаете, что вы уже доводите ситуацию до абсурду, просто до абсурду. Может, наверное, просто решту. Мы еще битым насмерть забили. Просто как показовая страта. Понимаете? Взяли хоть одно, поймали? Нее. Нее. Я как раз сказал Виталю, что давай, Виталю. Покажи. Покажи. А один из пиваторов правов до законов по полиции. Мне ж мне аватур с фейтбуком. Ну вот. А навыщо это, если каждый день вскрутить, то это невозможно. То граната взорвалась, то застрелили, то граната, то застрелили. Нет, понимаешь, что много оружия, понимаешь, что мы перебиваем с другими друзьями. Давайте этим заниматься. Пойдем, вам только хорошие фуражки приобретайте. И так далее, и так далее, чтобы вы просто правильно понимали. И где самое касается медицины? Ну, нет. Немного ответа. Один из вопросов до уряда. Стоит вас, не помню, кто за то, честно не помню. Нет. Где это? Где это? Так. А где министр фуражки, друзья? Мы проводим консультации. Друзья, ты 4 месяца прийдешь к консультации. Да возьмите нормальную людину с хорошими менеджерскими якостями из вашей системы. Там хорошие претенденты давали. Все, которые показали все по закладу, потому что тут потребуется и человек, которая понимается в приходских вещах и должна иметь просто авторитет. можно маленький вопрос? Я прошу прощения. Может звучал, да? То есть вопрос, ну якобы немножко, но он актуален на сегодняшний день. Запасов бланков лекарняных листей было уже, да? То есть и, ну даже не людей, медработники, мы тоже иногда ходим на больничный. И ни один бухгалтер не сможет оплатить. На самом деле, на самом деле, эти решения не решают глобальную проблему. Как вы решили глобальную проблему, я вам угрожаю. Нет. Нет людей. Помните, извините за анекдот. Помните анекдот про погорели Бородича? Нет. 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 Не вымири будут. Будут. Весна. Нет. Нет. А когда все это пройти. Нет. Железно. Валюш. Проблема у вас, что это Космейка и это все страны. На жаль. Ну, может на счастье, что они гірші, но на жаль, что они краще. Мне сегодня вистачило побывать в вашей онкологической лекарне для того, чтобы вкотре переконаться об абсурдности на местах, которые тисно связаны с абсурдностью в центре. Ну, вы, наверное, лучше знаете ситуацию с близкими, например, как непроцездатности. Ну, это же моментально такая проблема, которая решается на раз-два. Ну, на самом деле. Только давайте так широко подумаем, так? То есть, человек, который хочет пойти в законную отпуску, так, через отсутствие какого-то нечастного бланка, не может утримать ані грошей, так, на предприятии, потому что бухгалтер хоть криминал не піде и без відповедного доведка відповедного зеркца, он просто этого не заработает. Причина всего банальна, но не только в Солтаве, а в том, что теперь распределить кто будет друкувать государственные бланки, будь-якие, там, паспорты, и не ставить вообще вся ситуация. в том, в том, в том, что не решили. Я бы очень просил вас, как журналистов, как ваш коллега до депутатства заинтересован в том, в том, что это единственное предприятие, которое обеспечивает лекарство в Солтаве. они не смогут продвигать лекарство, потому что там будет другая ценовая политика в этом плане. Но я не скажу уже про примещения, земли, всего, что можно провести. Я вам прогнозую, как все будет происходить. Можете теперь следовать за каждым вопросом. На черговой сессии признать директора, нужно. Скорее за это сделают ВОО. Больше того, насколько я знаю, эта человек не из галази статуи записывается, а изменит статуи, потому что предприятие областного разума. Ну, что нам под директора по модельному, я еще и Пандора теперь будут набраны леки с величезным бургом. Паня впаде в полностью неприбудковость. Сегодня она ее предупредка, это великая мережа. Сельские они не могут быть прибудковыми, потому что там нет такого попыта и возможности. За рахунок великих она покрывает, и это ее плюсы. Ее бургуют, а потом за бурги собираются, что делают, и еще скажут, ставят на счет, что это великое достигнение, и продадут миллионов за 30-40, при ее оценочной вертии 0,5 миллиарда приблизительно. Ну так вот просто по каждому из этих кроков, я бы очень рад и мы с вами очень серьезно это сформировали. Наследки тут, даже есть вопрос коррупционности этой схемы, и для города, и для гоночников. Для сегодняшнего будет. Это неодноразово а, повернули это первое, что за счетю Януковича, на сходе страны. И сейчас, вы понимаете? что это будет я уже пообещал, завтра у нас заседание парламенту, завтра я договорились по многим вопросам за свидетельствами Владимир Владимирович у нас это питание обискало Лена Парадам. Ну, в первую очередь вопрос, что касается лекарма. У нас нет министра оборудования, не надо было ходить, просто полный полный баланс. У нас нет керевника и у нас несколько пунктов. И мы делаем видимость, чтобы тарифы поднять. Мы не полагаем на поднятие тарифов. Мы не полагаем на сбалансировании бюджета. Нам нужно закрить борьбы нафтогаза, а или тарифами закрывать, мы не полагаем. Децентрализация. Если вы уважно смотрели на децентрализацию, то я вижу четвертую централизацию. То есть появляются у вас вопросы не губернатора, а перфектора, которого даже областная рада не может ему выставить доверие, который может остановить любое решение местных радов. То есть это является князь, которого все перебегают другого варианта. а нам говорят, что это будет выполнено. Все на таких иллюзиях делается. Я радую, что очень хорошая команда работает. делаем как раз сегодня откуда вы знаете, я молодая партия на 4 депутатах представляю Верховную Раду, на местных выборах мы очень хорошо успешно провели, мы 500 мандатов депутатов местных рад не знаю, не знаю, чули или нет, трагичная ситуация осталась нашего депутата, забили битами до смерти в Тернопольской области. Рассказание бюджета активного у вас известно, что я скажу, меня удивляют некоторые вещи, я работаю в Полтаве все-таки, насколько это делается, как вам это объяснить, не то, что не цивиличный способ, а не страшный способ. Это, вы понимаете, криминал чистый вообще. В этом абсолютно спокойно будут брать участие ваших депутатов. Причем те депутаты из политических сил, которые в Киеве у нас все политические проблемы, пока не доходят до майна или грешей. Россия сейчас стоит союзниками. Мне просто будет интересно поделиться на позицию Ватикальной партии свободы, так для начала в БПП. в обезьян в туберкульозном для учения. То есть, все можно делать, нужно делать. То есть, по такому принципу, возможно, будет сделано тут? Только по такому принципу. Смотрите, есть новое правило. Будь-яка влада может делать столько, она хочет делать все, сколько ей позволяет. Какие громадянское общество, журналисты, сколько вы им позволяете, сколько они будут делать. Дозволите все, они все сделают. Это же очевидно. Но это же одна из основных причин была в начале Майдана. Так что, естественно, на каком-то этапе решено позволять больше работать. Ну все. Ну, товарищи зараз Порошенко, Гройсман и компания випережают Януковичу. Это было очень шутко. Такое ощущение, что думали, что «гирше» уже нет. Там про иншу думают. Там идет конкретное закрепление влады, концентрирование ресурсов и тотальный контроль над государством. Питание только в другом. Сколько уже это проходило, завершится всегда одним и тем самым. Но для нашей Украины это страшно. Эти ситуации, которые у меня есть и в этом всем. Это просто единственный, и на меня вихід единственный, это действительно перевиборы. А перевиборы за старым законом до чего? Нет, в никаком случае. Поэтому мы сейчас будем смотреть. Ну, видите, чтобы вы понимали. Сейчас нормальные силы выступают, в том числе и в конституционных изменениях, которые будут сегодняшние, в том числе и в том числе и в конституционных изменениях. Это очень простые вопросы. Нужно безопасно и правильные законы под эти конституционные изменения. Ну, без суда мы должны что-то делать и начать. Понимаете, что запропоновал Порошенко, потому что мы ничего не меняем, если вы не понимаете эти законы. Но эти прогрессивные силы, а мова идет про 300 голосов, что с нас брать надзвичайно тяжело, выставляют... В нынешний парламент. Выставляют... Так вот скажу, выставляют, ну... В том числе, что до принятия закону, нового по выбору, по открытий списке. По старому закону, я думаю, абсолютно, мы поменяем его на мову. Ну, тут... Мы трошки грошей витратим, потому что мы уже привыкли, что у нас все трошки. Ни бы отдаем остальные гроши, а они еще такие, как и не остальные. Нет, слушайте, великая и большая страна на самом деле. Жить... Ну, не мать, например, из всей страны Балтии, из таких ресурсов, которые мы имеем. Молдова, и так, уже давно без виз и всего решта. Знаешь, как это понятие меняется? Она нам первая ассоциация с Евросоюзом предложила, а теперь маленькие туристические визы, називаются в безвизовом режиме, они просто, по суті, визово-виконничество КП переносят на кордон. Насколько реально прийняте виборчого законодавства? Я знаю одно, что, как сказать, инсайдерский договор, очень простой. Между Народным фронтом и БПП, ни в каком разе, новый закон по выбору не принимают. Это для них смерть полетичная. Питание тогда парламент заходит в другий кут. Парламент сам по себе заходит в другий кут. Перевиборов, насправді, ни Порошенко не хочет, потому что для них это очень сложно. Даже их идея. Просто мы можем зайти в выборы и из них не выйти. При этих обстоятельствах. Решту засудим. При этих обстоятельствах. Не то, что засудим, это может закинчиться протистоянием целых армий один против одного на этих выборчих в Вильницах, поверьте. Поэтому все понимают, что перевиборов не можно и пытаются какие-то шляхи шукать. Когда будет уверенность в том, что парламент может быть конструктивным, может быть конструктивным. А когда так может быть конструктивным? За эти выборы? Ну, вы понимаете, он и сейчас может быть конструктивным. Если вы пометили, то очень много хороших инициатив принимается. Просто люди занадто эмоционально принимают работу парламентариста, и никто особо не обратит внимание на то, что таки на эффект полезной дии. Я вам еще раз скажу, что при секретности многих вещей в парламенте, которые есть, он, напевно, не продуктивнейший за все годы. То есть, по принятию реально серьезных вещей. И еще раз скажу, что они не работают. Это иная история. Очень много этих законников не работают. А еще очень умела игра банковая, которая абсолютно керующий, переламывающий парламент, принимающий решение стратегической сумки на банковой, все переадресовывает на парламент. Нет, все это выполнено так. Ну, парламент, то есть, не работают в конструктиве и парламент не работают. И, знаете, сколько их так называемых иниверситетов нет? Здесь светло в конце не будет. Ну, давайте так. Ну, не все так плохо. Я еще раз скажу, у нас многое еще и позитивных. Сказать про то, что давайте вот завтра и все подобное не будет. Ну, не будет, потому что мы взошли в период, когда нас догоняют эти негаразды, которые еще делали Селося Яценюков, например, еще год назад. Они нас догоняют. Вот. И мы выйдем в осень в очень сложную ситуацию, в очень сложную ситуацию. Когда мы выйдем в опалювальний сезон, это будет не просто что у нас в ситуации. Вопалювальний сезон, вы знаете, позиция людей в опалювальному сезону, тих, что парламент за это борются и дальше продолжают. Потому что, Гройсман, я ему так же так же сказал, что не можно начать с обману. Когда мы заходили из его команды в кабинет Министов, была обещанка про то, что мы сходим в рабочую группу с приводу. И у него особисто, и наше партийное имя народного контроля полиции вы знаете. В принципе, никому не нужно за радянскую влагу агитировать. В принципе, такой мы тихими. Наразі. Хотел вам сделать величезный комплимент мнесту. Я еще разъясню, что я в первый раз Галушкеру продал. Лайд. А если серьезно, то сейчас, в будь-який войной час, находимся. Мы недавно были в Вильнице, сейчас в Полтаве, потом в Кировоград. Хочется понять, что происходит на моих местах. Потому что, что происходит через наши партийные организации, а сегодня мы, до речи, кто-то принимает. Голова фракции нашей, тоже присоединился к нам. в городе, в городе, в городе, в городе, в городе, в Майдане. Мы сейчас в очень активной позиции. забили нас. Битами просто. Как показали страту. Разрешаем, у нас принципово, вопрос найти, и мы найдем. Мне Луценко подзвонил, в метро, мы сейчас это и найдем. И это еще. Давай так. Я предусловил, что мы с ним не сможем. Потому что, пока вы будете шукать, мы говорим, батон золотый, второй год. мы не смогли найти. Мы все-таки объявили, что его не было. Нет, это правда. Я когда занимался делами, и сейчас занимаюсь делами того, а где все ценности? В Шомке, в Сабицке, в Северну. Ничего уже нет. Ни дорогой ценности, вообще ничего нет. А потом эти люди мают нахабленность и я вам рассказываю, что не хватает денег на нас и собирать по 50 грн. И для нас вала, я помню, нужно подниматься. Ну, это такая ситуация. У меня есть пропозиция. Первое. Часов мало, потому что все терминально в Саби Киеве завтра будет в вашем день в Северной Раде, пока кто-то с радостью, кто-то с страхом чекает сам, что не про радость. Я знаю деяких политиков, которые за страхом чекают завтра в Верховной Раде. Будет конституционная реформа. В плане судочинства конституционного голосования очень тяжелая, потому что Банкова манюпулирует страх процессами начебто изменения судов на самом деле если эти изменения будут голосованы то как у них есть не только пиарить наше странное место то что а 3600 это то это то это то что это то что это то что европейское место не нет инвесторы не в то это то что это дом это Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok